13.06 в Кирове начинается программа интервью и ее гость сегодня директор Центра Современного Искусства Галерея Прогресса Дмитрий Шиляев. Дмитрий, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Дмитрий, галерея в этом году, 1 апреля, отметила свой день рождения. Галерея уже 9 лет. Мы вас от души поздравляем и думаю, многие кировчане вам спасибо готовы сказать за те мероприятия, события, которые у вас проходят. Они на самом деле нестандартны во многом. И это для Кирова на самом деле здорово. Провинция ведь тоже может быть современно, верно? Вы знаете, мы недавно созванивались с Елизаветой Провинской, которая нас курирует по нашей деятельности изобразительного искусства в Москве. Это известный галерист, искусствовед и куратор многих выставок, в том числе Бейнале современного искусства в Москве, со-куратор некоторых проектов. Она сказала, что вы не мыслите, я всё рассказываю, какие прекрасные кировские художники, какие интересные кировские проекты. Они говорят, ну всё, это хорошо, но вы мыслите себя в контексте мира. На сегодня, в 21 веке важно мыслить про себя, что вы в контексте мира. Вы не ограничены выбором реализации проектов, по крайней мере. Это, мне кажется, абсолютно здоровое восприятие. А вообще вот 9 лет для Центра современного искусства – это какой срок? Большой или совсем маленький? Мне кажется, 9 цифр очень символичные, потому что женщина 9 месяцев выносит ребёнка. А здесь 9 лет. А тут 9 лет, но 9, 9, да, 9 лет. И на 10-й год, на 10-й месяц он раздается. Ну, бывает чуть раньше, там разные особенности бывают. Но условно средняя дата рождения ребёнка – это 9 лет. Возьмём её за основу. Ну, то есть вы готовились, а теперь вот вы по-настоящему… А вот смотрите, я к чему это рассказываю. К тому, что та же Елизавета Пловенская, когда мы начинали 9 лет назад, я говорю, Лиза, вот смотри, мы начали, проработали там пару лет. Что нас ждёт? Какова доля успеха в реализации проекта? Она говорит, вы знаете, ну, 10 лет поработаете. У меня, в смысле, появилось такое ожидание, что, ну, 10 лет надо проработать, и потом как бы финансовый успех, там, успех личностного роста, там, чего угодно, да, успех проектов, которые вы делали. Она говорит, а потом как повезёт. А не много ли 10 лет, чтобы… Вы понимаете, на самом деле, если брать сферу бизнеса, этим должны заниматься только люди, которые это любят, этим живут, и они являются частью этого проекта. Например, они творческие люди. Кто-то дизайнер, кто-то художник, кто-то музыкант. Я, например, музыкант. Ну, может, и так пафосно назвал, но, по крайней мере, я играю на музыкальных инструментах ударных. И потому что, вот, допустим, пример. Мы к нам приходили, ну, несколько раз, это люди достаточно богатые, они спрашивали, можно мы откроем, и вы нам посоветовали… Не то что… Можете посоветовать нам, как открыть подробную площадку, ну, хотя бы просто галерею. Я говорю, вы готовы работать без выходных, 9 лет в нашем случае, и не получать прибыли? Это всё в ноль, ну, или в минус. Они говорят, нет, всё, до свидания. Больше вопросов нет. Поэтому, как повезёт. А вы почему это 9 лет делаете? Ну, я же говорю, что надо любить это. Потому что любое дело, которым ты занимаешься, оно, особенно, вот, ну, как бы, галерея. Мы не говорим про галерею в Кирове, да? Даже в Москве очень много галерей открывается и закрывается, и культурных проектов. Они это всегда… Ну, я могу привести пример. Всем известная компания Google. Они говорят, что вот мы занимаемся… То есть, галерея прогресса, мы считаем, что это социокультурный проект. Компания Google говорит, что когда мы делаем социокультурные проекты, если мы пришли к нолю, то если сравнивать это с деятельностью бизнеса, это то же самое, что мы заработали кучу денег. Ну, то есть, если бы мы занимались бизнесом, мы заработали кучу денег, это успех. В социокультурных проектах мы кучу времени потратили, привели мероприятия, если мы пришли к нулю, значит, мы заработали кучу денег, если сравнивая на весах с бизнесом. Это всегда так. И поэтому культурные проекты, они всегда нуждаются в донорстве неком, от государства, от бизнеса, от общественности. И это мировая практика. И есть, понимаете, у нас как-то в России иногда принято воспринимать, что вот, ну... А вот дворник метет, допустим. Друг ездил в Англию, учился на арт-менеджера. И он, приехав оттуда, он говорит, почему-то в России там как сравнивают, допустим, ведение арт-менеджмента, такого направления в бизнесе, как вот два сравнения. Если вот есть, допустим, идет руководитель какого-то предприятия, видит, как, допустим, на территории его метет дворник, да, и он понимает, что он что-то делает неправильно. А он говорит, смотри, вот как надо. Он берет у него метлу, начинает мести, вот так делай. В этом нет логистики, понимания будущего, развития потенциала, как бы, да, сотрудника, его компетенции. В Европе и в мире по-другому. То есть, как бы, там... Это наука. Не просто взять, схватить метлу, а это наука. Там заранее знают, что вот если вы начнете деятельность в этой области, то это приведет в начальном этапе это к этому, в этапе, в середине этого развития проекта приведет к этому, на пике это приведет к этому, а дальше будет вот это. То есть, они, ну, у них не было революции, у них не было предпринимательской деятельности, запрещена так, как было у нас, то есть уголовная ответственность. Поэтому они в этом гораздо опытнее. И хорошо, что Россия на сегодняшний день в этом плане поменяла курс, и мы считаем, что это хорошо, потому что это способствует... Ну, как, знаете, вот есть общее понятие, что команда, команда в любом деле, она растет, как бы, в процессе стресса. Но вот, как бы, предпринимательская деятельность, и тем более деятельность социокультурного характера, это формат, как бы, для обычного человека это формат стресса. Не каждый к этому готов. Но в этом происходит личность и рост. И это самое главное. Ну, к искусству вернемся. Все-таки, ну, действительно, все говорят, да, что деньги – это не главное, главное – это эмоции. Нет, почему? Мы так не считаем. Энди Орхолг по этому поводу говорил, что оставьте вы свои эти хиповские штучки, деньги – это хорошо. Ну, и эмоции, яркие события – это тоже важно. И как раз вот искусство их приносит. Вот скажите, за 9 лет какое, может быть, самое яркое событие вами организованное произошло? Вы знаете, те проекты, которые мы начинали с ноля и которые стали топовыми, например, от Маркет, мы его, этот проект, ярмарка дизайна, хендмейда, мы его начинали в 2010 году. Мы позднее о нем поговорим еще? Да, ну, просто вот, да, к примеру, в 2010 году. Сегодня у нас есть проект, который мы, как бы, собственно, рассказали о компетенции, поделились, и его наши знакомые делают в Абхазии. Недавно он был при поддержке ООН в центре Сухума. Глобальный проект, много участников. Правительство Абхазии поддерживало, участвовало, как бы, представители из Российской Федерации в реализации этого проекта. Масштаб очень глобальный. Также в городе Кирове уже появились наши, скажем так, последователи, которые транслируют то, что мы это делали. И в 2010 году до 2016 года абсолютно, как бы, ну, тоже в ноль или в минус. Теперь он стал топовым, теперь это выгодный проект, где понятная логистика с гарантированной прибылью. Это об арт-маркете, да? Я говорю про арт-маркете. Вот этот проект дорог, потому что, когда ты, собственно, ручками как бы все это делаешь много лет и добиваешься результатов положительных, реальных положительных результатов, это прекрасно. Ну, еще обсудим, он будет буквально в следующие выходные от арт-маркет очередной в Кирове. А сейчас вернемся к празднованию вами дня рождения. И вот некоторые его празднуют не один день, некоторые неделю. А вы сколько? Месяц. А вы целый месяц? Ну, вообще, вы знаете, есть фраза у группы Нью-Йоркдер, прекрасная, то есть праздник каждый день, собственно. Кто понимает, тот понимает, о чем они спели в свое время. То есть праздник каждый день. Он не в субботу, не в воскресенье, он каждый день. И сегодня он у вас будет. Мы жаль, минимум, это месяц. Сегодня будет кинопоказ, к нему тоже вернемся. А сейчас я хочу поговорить о том событии, которое произойдет завтра. Завтра у вас открывается выставка, довольно необычная, но, как вы сказали, уже претендующая на то, чтобы стать традиционной. Можете рассказать поподробнее, что за событие? Да, в том году нам исполнялось 8 лет, но, собственно, цифра 8 – это тоже символ бесконечности. И мы реализовали проект, коллекция современного искусства, галереи прогресса. То, что мы собирали за всю жизнь, там самое раннее произведение было. Для современного искусства – это хорошая дата, 89-й год. Это первая картина была предметана у Подшивалова, к сожалению, ныне неживущего художника, который одно время жил во Франции, по-моему, пару лет, и писал там, и была перспектива остаться, но все-таки он вернулся в Вятку. Это удивительный человек. Ему было не стыдно, допустим, в присутствии взрослых художников хвалить молодых художников. Вообще художник художнику – комплимент в присутствии других художников. Ну, говорят, но редко, скажем, да? То есть это такое событие. Но когда в присутствии взрослых художников, взрослый, состоявшийся художник, мастер говорит комплимент молодому художнику, это дорогого стоит. Подшивалов, наверное, на это был способен. Ему за это низкий поклон. Вот. 89-й год – это первое произведение, которое было предъявлено нами в 90-е годы. Мы собрали коллекцию, ну, приличное количество работ. Некоторые мы купили, некоторые художники подарили, некоторые принесли, потому что, как бы, уезжали в другой город, то это бы выкинули на свалку, или ремонт в помещении нам принесли. Например, там картина Алексея Федякова, совместная с Севой, была написана. Это первая выставка молодого искусства в Кире была, какие-то в 80-е годы. Вот. Большое, достаточное произведение, метр двадцать на два с половиной. Она была на ГТРК, и нам ее принесли, потому что на ГТРК был ремонт. И мы ее с радостью приняли. И Леша приятная, он каждый год в Федяков приезжает, и она говорит, ох, ничего себе, я уже забыл про нее. А теперь она в музее, и очень радует молодых художников. Они понимают, что в 80-е годы что-то тоже очень интересное происходило, не только сейчас. Картины со всего мира у вас? Ну, со всего мира это слишком громко. Есть работа итальянского художника, есть, вы понимаете, есть картины и фотографии, которые хранятся в наших фондах, которые подарила Елизавета Пламинская, искусствовед из города Москва. И эти люди, да, они некоторые, они преподают, например, уже за рубежом. Они были в 90-е годы художниками, а сейчас они приглашены как представители науки в сфере современного искусства преподавать, например, в зарубежных вузах. И вот я правильно поняла, в том году вы организовали такую выставку «Бесконечность», «Восьмилетняя бесконечность», то есть картины, собранные за 8 лет. А в этом году что кировчане увидят? Ну, не за 8, а чуть больше. А в этом году мы... Ну, за существование. Мы увидели, как этот проект работает, и нам вообще понравилась идея, и мы решили сделать ежегодным этот проект. Вот есть же, допустим, кинопремия «Оскар», да? То есть я специально взял планку выше, американская кинокомедия, а академия, где выбирает лучшее произведение. Вот это то же самое. Важно, чтобы у художников был стимул выбирать что-то лучшее, интересное, и показывать это. А критерий отбора какой у вас? Критерий отбора, ну, техника, новаторство и фантазийность, мысль художника. Ну, и то, что видели кировчане в этом году, нынче это будет что-то новое, да? Ну, безусловно. Это стимулирует художников, это стимулирует зрителей. Рост происходит во всех направлениях, связанных с творчеством, ростом личностным, общего. Потому что художник, когда видит художнику работу другого художника, ему тоже хочется что-то делать. Поэтому, а люди, которые приходят на выставку, они начинают постепенно влюбляться в искусство, задумываться о чем-то, приобретать искусство. Но в любом случае жизнь людей становится интереснее и лучше. Сейчас у нас перерыв, полминутки. После перерыва продолжим еще немного на эту тему разговор. Продолжается программа интервью. И ее гость сегодня директор Центра современного искусства галерея «Прогресс» Дмитрий Шиляев. Дмитрий, до перерыва мы с вами начали разговор о мероприятии, которое состоится завтра. Это выставка произведений, лучших произведений, выбранных вами, которые были собраны за все годы существования галереи. И за последний год. И за последний год. Часть за все время и за последний год преимущественно. Давайте для Роскомнадзора напомним возрастное ограничение сначала. 16+, есть возрастное ограничение. На сегодняшний день почему-то, вот раньше я помню, в юности я ходил в Эрмитаж, и там были обнаженные прекрасные произведения с обнаженными телами. Сейчас это запрещено. Все прилично, все красиво, но сейчас это запрещено, поэтому 16+. И вот это уже некая интрига, да? И давайте еще как-нибудь, слушатели заинтригуем, может быть, расскажете о каких-то самых интересных экспонатах, которые можно увидеть и будет. Вы знаете, главная интрига состоит в том, что современное искусство, нам очень нравится определение. В Германии есть несколько галерей, которые считают, что вот то, что было написано две недели назад, это уже не современное искусство художниками. Есть несколько ряд работ, которые написаны художниками буквально там... На прошлой неделе? Две недели, да. Ну вот абсолютно свежие, свежие. Это очень талантливые ребята, и я вам могу подтвердить. Пусть это оставится некой тайной, что к нам вот, допустим, недавно приезжают люди профильного образования, которые жили в Вятке, но много лет уже, допустим, живут в Москве. Приезжала прекрасная женщина, искусствовед из музея Пушкина, и отметила, что несколько молодых художников, ну прямо очень-очень-очень хорошие, передала им там слова похвалы, поддержки, потому что вот некоторые реагируют на современное искусство, что здесь много чёрного, а здесь что-то, какое-то лицо слишком увеличено. Ну вот как бы, если видят новую форму, и люди, когда видят что-то новое, их это начинает пугать. Хотя прекрасный художник Баски, мы недавно показывали его фильм, он прокомментировал, что значит для него хорошая выставка. Он говорит, это когда, если вы пришли к родителям, ну в смысле, если вы пришли на выставку, и у вас есть такое ощущение, что вы пришли к родителям на воскресный обед, вам скучно, неинтересно, то это плохая выставка. Хорошая выставка, когда вы вышли и задумывались как минимум на неделю. Что ж такое было-то? Ну то есть вот чего-то такого. Не на ужин к родителям кировчане пойдут. Ну это параллельная в смысле программа. Мы очень любим классическое искусство, ну искренне абсолютно. Мы очень любим наши государственные площадки, которые занимаются изобразительным искусством. Но мы несколько параллельная линия того, что происходит в городе. Это то, что создано, вот несколько, я говорю, что картин созданы буквально две недели назад, это раз. А еще плюс, например, будут работы, которые висели, которые участвовали благодаря нашей организационной деятельности и непосредственному участию в проектах материальной поддержке, не только логистики. Эти проекты были реализованы на фестивале «Белой ночи» в Перми в 2012 году, когда был фестиваль современного искусства. Это картины, которые участвовали в выставке на винзаводе. Это часть работ, которые участвовали в музее «Гараж». На выставку, которую делали англичане. Там мы, кстати, продали несколько работ нашего кировского художника Антона Щеглова, у которого художественная школа. И, по-моему, даже не закончена. Англичане были безумно рады. Музей всего. Теперь его 9 работ находятся в музее всего в Англии. В музее «Гараж» были представлены лучшие работы в жанре примитивного искусства. Вот. То есть есть, ну, в смысле, будут работы представлены, которые выставлялись на винзаводе, в «Гараже», на фестивале «Белой ночи» в Перми. И, кстати, вот благодаря Максиму Сендеровичу, который выступил куратором выставки «Вятка-Встанька», который был первым проектом реализованный у нас в Кирове, было приглашено в Пермь на фестиваль «Белую ночи» в Перми. 13 команд из разных городов. И куратор проекта, мы с ним дружим до сих пор. Он сказал, что настолько грамотно, настолько глубоко, настолько технично, высоко выполнен проект «Вятка-Встанька», ну, просто вы лучше. Нет слов. Нам подарили какое-то количество баллончиков там для художников. Мы их привезли с собой. У Максима Сендеровича будет представлен проект, очень часть проекта «Вятка-Встанька». Там, значит, мужчина где-то высотой в полный рост из головы вытаскивает такого толстенького мужчину, сидящего на кресле. А это образ называлось, на картине написано, вытащить из своего внутреннего бурзуя. Ну, в общем, будет на что посмотреть и над чем задуматься потом. А давайте еще напомним, как долго эта выставка продлится. Месяц. Я думаю, что потенциал города Кирова где-то месяц. Для того, чтобы люди начали посещать объемную, а потом где-то небольшой спад к середине, а вот в конце уже идут те, кто просто физически не смог пойти вначале. Да, те, кто не смогут прийти завтра, завтра в 11, ой, в 18 часов завтра открытие выставки. Да, начнется постепенно. Будет Аглай Соловьева читать стихи, будет уступать диджей Евгений Джекис. Вход бесплатный в честь дня рождения. Будет в честь дня рождения. Всего нужно делать бесплатно. Перейдем к другому событию. Оно состоится сегодня. И тоже там будет то, над чем можно задуматься. Это кинопоказ. Да. И если я правильно поняла, там будут показаны самые лучшие короткометражные, самые лучшие и современные короткометражные фильмы года, потому что они были номинированы на Оскар, и один из них статуэтку взял. Американская киноакадемия, да. Расскажите об этом событии подробнее. Что можно увидеть будет? Пять фильмов короткометражных мы увидим, и все киноленты. Короткометраж 93 минуты. Пять, по мнению премии Оскара, лучших фильмов за последний год. Там и анимация, и... Там шикарная анимация. И философия. Обязательно есть на чем задуматься. Один из фильмов, например, он получил премию Оскару, и молчаливый ребенок. О глухой девочке рассказывает. Да, о глухой девочке. Там смысл в том, что родители наняли репетитора, репетитор начал общаться с девочкой, и они начали изучать с ней из их жестов на английском. Вот основа фильма этого. Вот он получил премию Оскару. Фильмы на английском языке с русскими субтитрами. Но мы стараемся показывать, чтобы чувствовать себя человека мира на языке оригинала и с субтитрами. Возрастное ограничение? 12+. 12+. То есть, в принципе, родители могут прийти со своими детьми и подростками, потом обсудить все это. Это шикарная анимация, очень красивое кино со смыслом. Пять фильмов, 93 минуты. Надо прям идти. Тем более лучшее из того, что за последний год было. И вообще вот такие вот кинопоказы, такие фильмы со смыслом и короткометражки в том числе, они ведь довольно часто у вас проходят. Вот я знаю, что к 14 февраля такие проекты есть. Это вообще популярно у нас? Потому что обычно... Это объяснимо. Объяснимо очень, потому что мы с вами, в смысле, являемся, скажем так, людьми, которые находятся в большом количестве информации благодаря интернету, телевидению, радио, внешнему общению с людьми. И поэтому у нас не так много времени для того, чтобы во что-то вникнуть и понять смысл. И короткометражка – это естественный ответ на загруженность нашего сознания, нашего ума на сегодня. Потому что, ну, немного времени, 5-6 минут, и как бы... А это очень сложно. Профессионалу за это время показать, развить тему, то есть показать драматургию, еще и привести к какому-то результату, над которым человек задумывается. И человек экономит время, получает эмоции, впечатления и получает какой-то инсайт после просмотра короткометражного фильма. При этом он выбирает не кинотеатр, а выбирает вас, потому что в кинотеатре какой-то массовый продукт. Ну, я думаю, что на такое кино придет 1-2 человека. 5. Ну, в смысле, 10. Да не потому, что оно сложное, а потому что, ну, к сожалению, ум человека так устроен, что он хочет что-то такое, что вот, ну, как бы смешно и понятно. Как дорого-богато, а тут смешно и понятно. То есть в киноиндустрии надо, чтобы было смешно и понятно. Нам тоже смешно и тоже понятно. Но это другой формат немножко. Он как бы просто не так был представлен в России. Если кто-то с ним еще не познакомился, то есть возможность такая и в Кирове. Высочайшее качество анимации, высочайшее качество мысли так просто премии, которые основаны в 1929 году, не дают. Их нельзя купить. Их получают заслуженно. Еще одно мероприятие. Это арт-маркет, о котором вы уже упоминали. И состоится он в следующие выходные. Расскажите поподробнее. Уже регистрация началась. Может быть, кто-то уже заявился, что там кировчане могут увидеть, приобрести. Вообще, я бывала и представляю, когда местные мастера и мастерицы продают то, что они сделали своими руками. Не знаю, от имбирных пряников до украшений с живыми цветами. Что будет в этот раз? Очень важно для того, чтобы это все происходило в творческом пространстве. Когда люди приходят, мастера рукодельные, как бы и дизайнеры, и делают это, допустим, они проводят время в выставочном зале. Почему? Потому что дизайнеры всегда впечатлялись произведениями художников. И какие-то открывали для себя новые пространства для творческого роста, реализации своих идей. И это происходит именно посредственно в галерее. Это, собственно, как бы праздник. Сейчас у нас появилась возможность обратно вернуть тот формат, который мы начинали в 2010 году. У нас будут концерты независимых коллективов, скажем так. Они не будут громко играть, но это будет творческое исполнение композиций, проектов музыкальных, которые, в принципе, знают немногие. Но они абсолютно заслуживают внимания. Это всегда еда, фастфуд, какой-то новый формат, где ты можешь просто прийти на какой-то интересный концерт, поесть еду, который ты не ешь каждый день, а прийти бесплатно на выставку и пообщаться с мастерами. Многие мастера это и ценят. В общем, это не только о том, чтобы купить и продать, это о том, чтобы получить какие-то эмоции, чем-то наполниться. Это праздник выходного дня, собственно. Это праздник выходного дня, просто он, опять же, идет параллельно программе, которая у нас принята в городе. Вот это, в смысле, независимая музыка, это необычная еда, это уникальные изделия, которые не представлены в масс-маркете, в торговых центрах. Таких вы никуда не купите. У нас сейчас реклама, полторы минуты, и эту тему мы продолжим после нее. Продолжается программа интервью. У микрофона работает Мария Кожевникова. Напротив меня директор Центра современного искусства Галерея Прогресса Дмитрий Шиляев. До перерыва, Дмитрий, мы с вами затронули тему о том, что в следующие выходные в городе пройдет арт-маркет в Галерее Прогресса. 13-14 апреля. 13-14 апреля. Вход бесплатный с 11 до 18.00. Концерты, необычная еда, выставка бесплатная, шикарная. На Горьково 5. Да, современные искусства. А возрастное ограничение? Ну, на арт-маркет 0+. Те, которые картины тянут на 16+, мы их уберем. В этот день. В два дня. Вообще, это событие, оно уже традиционное, проходит оно каждый месяц, но вот именно это будет посвящено Киров столице дизайна. Да, потому что Киров выбран столицей дизайна. В этом году, вот что необычного, что с этим связанного там? Само название необычное для Кирова, я думаю, что каждый понимает. Это, скорее всего, потенциал для роста. Это хорошо. Это вот, я говорю, что новая выставка для художника, это самым потенциал для роста. Также самая, как бы, идея Киров столица дизайна, это потенциал для роста. И это прекрасно, что есть потенциал, потому что это мотивация для того, чтобы стать лучше, стать интереснее, сделать что-то лучше, чем есть. То есть, речь о том, что на арт-маркете мы увидим потенциал для роста Кирова тоже вот с какой-то другой стороны, да? Абсолютно в соответствии, потому что, во-первых, я говорю, что мастера, которые присутствуют на выставке, они будут находиться в пространстве современного искусства. Это их вдохновит на создание новых, уникальных каких-то изделий, потому что все дизайнеры мировые, известные, а большинство из них, они впитывают свои впечатления и совершают новые открытия, благодаря великим произведениям художников. Вообще, в рамках вот этого года дизайна, да, выбора Кирова, столицы дизайна, в Кирове пройдут 19 мероприятий. И вот одно из них состоится в конце апреля. Это будет 21 апреля. Мы всех приглашаем. Мы этот проект ведем уже как бы 5 лет. Проект образовательный. Называется «Дизайн выходных». 21 или 29-го? 21 апреля, я не знаю, почему. Ну, 21 апреля точно. Библиотека Герцена, вход свободный, с 11.00, до скольки продлиться, неизвестно, потому что там будет обсуждаться... Мы уже заходим с этой темой не первый год, дизайн-код у города Кирова, центральные улицы Ленина. Почему нам, интересно, это стало в 2012 году? А потому что многие артисты, которых мы привозили и привозим до сих пор, говорят, что, ну, слушайте, у вас такой прекрасный старый центр, сделайте что-нибудь с улицы Лениной. Давайте объясним, что такое дизайн-код. Это когда оформление улиц, и все в одном стиле, да? Да, наше участие в этом, собственно, привезти компетентных специалистов. Мы заручились поддержкой известного урбаниста Святослава Мурунова, которому наш город привозили три раза. Он сказал, что сделайте следующим образом. Просто привезите профильного специалиста, Эркен Кагаров, он приедет. Это арт-директор студии «Лебедево», который был арт-директором проекта «Дизайн-код центральных улиц города Москвы». Проект реализован и реализован успешно. Москва красивая. Эркен Кагаров приедет. И он сказал, что привезите Эркена Кагарова. Пусть местный дизайнер, дизайн-сообщество сделает проект. Он его отредактирует. Администрация обязательно в этом участвует. Они создали как бы группу. Дизайн-код разрабатывается уже сейчас. Да, он зарабатывает дизайн-код уже сейчас. На дизайн-выходных его обсудят. Его конкретно Эркен Кагаров обсудит, посмотрит и внесет правки, что плохо, что хорошо. Приглашается общественность на это мероприятие? Что вообще там будет происходить? Нет, но приглашаются профильные специалисты в первую очередь. Люди, которые могут внимательно слушать и комментировать после сказанного в конце проекта дизайн-выходные. Кроме дизайн-кода улицы Ленина, что там будет обсуждаться? Там будет. Мы первый раз... Вы понимаете, всегда мы, когда темы обозначаем, это актуально, важно и для города. Мы считаем, что вот эта тема важна, дизайн-код. Вторая тема – это дизайн-упаковки, потому что присутствуем к нам в город приездом федеральных компаний. Не будем называть их имена. Наши местные производители попали в суперсложные ситуации. И поэтому, чтобы как-то подтянуть свои продажи, нужно сделать хорошую, красивую упаковку. И мы привозим специалиста, ну, суперспециалиста Владимир Шмойлов. Он, например, одно из достижений. Он участвовал в конкурсе по созданию правительственного лимузина ЗИУ. И он выиграл, победил. Там у него есть несколько золотых медалей. С какой темой он приедет? Что, кому, как, упаковка, как коммуникация, коммерческий или концептуальный дизайн упаковки. Нужно ли разбираться в продукте, который упаковываете, значимость упаковки в различных видах товаров, логистические, юридические, территориальные нюансы, этапы создания упаковки, от выбора материала, стилистики до структуры подачи информации. В общем, все об упаковке. Ну, это суперспециалист, практик с многолетним стажем. Он расскажет про упаковку. И третий, как бы, важный спикер, который будет рассказывать про создание веб-сайтов и приложений. Для того, чтобы наши территориальные бренды могли выходить на федеральный уровень, мировой уровень. Ну, то, что происходит в веб-дизайне сегодня, то, что будет происходить в будущем, то, что происходит в Москве, то, что происходит в мире, чтобы потянуть уровень веб-дизайнеров в городе Киров. В общем, все, кто заинтересован в том, чтобы Киров был лучше, у кого есть какие-то идеи, для этого могут туда прийти? Да, конечно. Ну, обсуждать после. Потому что мы специально для этого привозим спикеров уже с реализованными проектами. Давайте их внимательно послушаем, их выступление. А потом, если возникнут вопросы, то можно обсудить непосредственно в личностном контакте после события. А вообще, вот эта история о том, что Киров назван столицей дизайна, да, многие над этим посмеиваются, кажется это немного странным. Вот вы понимаете, о чем я, да, о том, что Киров, казалось бы, не так хорош, чтобы называть его столицей. Но речь-то ведь немного не об этом, а речь как раз о том, что в любом городе есть потенциал для роста. Вот об этом вы уже сказали. Вы вообще как к этой истории относитесь, вот о том, что Киров таким городом выбран в этом году? Городу Кирова не хватает, нашему, людей, у которых есть чувство юмора, здоровое чувство мечты и веры в себя. Вот это прекрасный потенциал Кирова столицы дизайна, потому что когда, ну вот даже взять, допустим, я, в смысле, человек не религиозный, но верующий, если взять библейский сюжет, то вначале было слово. То есть мы что-то говорим, и это начинает происходить. Меня это лично устраивает. Мы что-то говорим, начинаем об этом задумываться, начинаем в этом участвовать и начинаем это реализовать. Разве плохо, если мы будем об этом задумываться, что Киров нужен дизайн, нужно что-то менять, нужно что-то реализовывать. По-моему, это прекрасно. Дмитрий, у нас осталось буквально несколько минуточек до окончания программы. Хочется снова вернуться, напомнить слушателям о прекрасном месяце, который проходит в галерее прогресса. Это день рождения галереи, события с этим связанные. Но вы не ограничиваетесь только стенами галереи, вы выходите и за ее пределы. И вот одно из этих мероприятий – это концерт. Концерт современной этнической музыки. Да, мы делали концерты и в кукольном театре, уже в современном нашем здании, и в костеле. И вот тут мы увидели недавно потенциал площадки филармонии, малого зала, и будем делать в малом зале филармонии шикарный концерт. Это интернациональный состав. Это современная этническая музыка. Это где звучат акустические инструменты. Это музыканты, которые играли и играют джаз, которые играют фьюжн. Это все вместе, совместимо. И это то, что сейчас собирает огромное зало в мире, во всем мире. Мы привозим Владисвара на Дишана. Мы привозим уже не первый год. Он каждый год приезжает с новыми музыкантами. В этот раз он приезжает с венгерским музыкантом, перкуссионистом. И не только перкуссионистом, а шикарным музыкантом. И бас-гитарист будет из Индонезии. Сам Владисвар уже живет несколько лет в Германии, в Берлине. И гастролирует, например, его передвижение и реализация концертов в Нью-Йорке. Несколько концертов в Нью-Йорке – это показатель. Также он являлся в 2017 году, получил премию Russian за новаторство в этнической современной музыке. Русская премия. Он получил эту премию. Поэтому, милости и прочим, приходите на концерт. Он состоит 20 апреля в Малом зале филармонии. Цены абсолютно доступны. Зал с акустикой шикарный. Возрастное ограничение? Ну, 0 плюс рано, 6 плюс. Поэтому 6 плюс ограничения. Приходите обязательно. Кто любит, кто немножко уже устал от формата джаз, к вам туда. Потому что мой преподаватель, мой друг, он сказал, что джаз, я думал, что это все. Это тупик. А когда он познакомился с современной этнической музыкой, он понял, куда еще есть потенциал двигаться. И как ребенок радуется до сих пор. Дмитрий, спасибо вам огромное. Очень интересно. Я думаю, все события достойны внимания наших слушателей, всех кировчан. Еще раз с днем рождения вас. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо большое, что восхищаете наши события, потому что это очень важно. Любой культурный проект без этого нуждается в этом, как пища каждодневная. Потому что много в Киеве, ну, происходят интересные события в городе. То, что вы освещаете, это вам огромное спасибо. Вы делаете мир лучше. Город лучше. Это правда. Спасибо и вам. Спасибо всем слушателям за то, что были с нами. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова